Чтобы провести отчет, наблюдатель поднимается каждые три часа на лесенку, делает отчет по всем этим приборам. Такие метеорологические будки с набором оборудования есть и сейчас. Это уже раритеты экспонат. Всего их здесь десятки, рассказывает Александр Люцигер, ныне заместитель руководителя Алтайского гидромедцентра и главный собиратель приборов и предметов. Самый старый часы-хронограф датируется концом 19 века. Его в 1836 году привез руководитель Барнаульской обсерватории Иваницкий, а недавно Люцигер вернул из музея Новосибирска. Они являлись еще и хронометром для выставления всех остальных часов, которые на тот момент были в Барнауле. На настоящий момент они не рабочие, но я застал время, когда они еще ходили. Приборы для измерения влажности почвы, скорости течения воды, ее состава, измерители толщины и состава изморозей и иния, а также измеритель скорости и направления ветра. К примеру, флюгер Вильта. Его создатель изобрел в 18 веке. А с конца 19-го, почти столетия, этот прибор стоял на крыше Барнаульской обсерватории. Когда у нас ветер дует, он отклоняет вот эту пластину пропорционально силе ветра. То есть вот эти вот являются градациями скорости ветра. Среди необычных для многих старинных экспонатов есть и более современные компьютеры, которые появились у сотрудников Алтайского гидромета теперь уже в далеком 2002-м. Это были первые компьютеры, наверное, в Сибири даже, в гидрометслужбе именно. И появились они у нас благодаря губернатору Алтайского Александру Сурикову, который выделил деньги, по тем временам это был миллион рублей, и его хватило на 35 комплектов этого оборудования. А эти с виду снаряды или бомбы использовали в качестве гидрологических грузов для проведения исследований с кораблей или судов. На самом деле об экспозиции можно говорить часами, А вот увидеть ее смогут гости Алтай-гидромета, в том числе ветераны службы, которые 25 апреля придут на 190-й юбилей. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.